Доброе утро, добрый день, уважаемые участники вебинара. Мы начинаем вебинар «Организационные аспекты мониторинга туберкулеза в Российской Федерации». У нас сегодня вебинар состоит из двух частей. Первая презентация, первая лекция – это то, что я сейчас сказал, «Организационные аспекты мониторинга туберкулеза». И вторая у нас будет, собственно говоря, мониторинг и организация контроля федерального регистра и организация работы по подготовке и сдаче приема отчетов по туберкулезу. Соответственно, у нас два лектора. Я – Вадим Витальевич Тестов, заместитель директора Министерства пневмологии и инфекционных заболеваний. И Сергей Александрович Стерликов. Он является сотрудником нашего центра. И, соответственно, тогда прошу поставить презентацию первую. Мы сразу же перейдем тогда к разделам нашего сегодняшнего вебинара. Итак, о чем мы бы хотели сегодня поговорить в первой части нашего вебинара. Это основные положения мониторинга туберкулезной инфекции, основные дефиниции, индикаторы, показатели, используемые в эпидемиологии туберкулеза. Также, соответственно, когда мы говорим о мониторинге, мы должны, видимо, осветить проблемы туберкулеза, как в мире, так и в Российской Федерации. Что произошло за последние годы, в частности, что мы имеем по итогам 2021 года. И, соответственно, мы коснемся во второй уже большей части нашего вебинара вопросом работы Федерального регистра, прежде всего, обеспечения качества вводимых данных в регистр. Итак, что же такое мониторинг туберкулеза? Основные дефиниции эпидемиологический мониторинг – это система мероприятий по слежению за эпидемиологическим процессом с целью количественной и качественной оценки эпидемической ситуации. Соответственно, это необходимо, прежде всего, для определения степени эпидемиологической опасности, а также для административного, правового и медицинского реагирования на складывающуюся ситуацию. Задачей эпидемиологического мониторинга является выработка и оптимизация проводимых профилактических и лечебных мероприятий. Задачей второй эпид-мониторинга является прогноз развития ситуации. Какие основные ветви или элементы мониторинга туберкулеза у нас в стране? Это государственный мониторинг, государственный статистический надзор. Прежде всего, это всем нам известные формы государственного статистического наблюдения по туберкулезу 8 и 33. Федеральный регистр лиц больных туберкулезом. Мы должны понимать, что первые два элемента, это государственный статистический мониторинг туберкулеза и надзор статистический за туберкулезом и федеральный регистр, это два компонента, которые определяются прямо федеральным законодательством, то есть федеральными законами и постановлениями правительства. Далее, отраслевой мониторинг, это 50-й приказ и временные формы отчетности и мониторинга, которые проводятся на основании документов с НИУИЗ. Это, соответственно, формы 2 ТБ, 7 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, учетные формы 0.1 ТБ, 0.3 ТБУ. И, соответственно, это временные формы мониторинга туберкулеза, которые работают, прежде всего действуют и внедрены для оценки и мониторинга ситуации по мероприятиям по борьбе с ОМЛУ туберкулезом. Об этом мы скажем несколько ниже. Очень коротко давайте все-таки вспомним, какие же у нас основные дефиниции, какие группы являются основными и что мы учитываем в процессе мониторинга. Прежде всего, очень важная для нас группа – это впервые выявленный больной туберкулезом. Но, в общем-то, в русском варианте мы все так привыкли, что это, как правило, определяется как пациент, который впервые выявлен в жизни туберкулез и который никогда не лечился. Но если мы вспомним документы, и в частности, если мы возьмем ссылку на международные документы, на все справочники ВОЗ на 50-й приказ и на рекомендации ВОЗа на 50-й приказ, то это дефиниция несколько другая. То есть это пациент, у которого впервые в жизни мог быть выявлен туберкулез, но самое главное, он ранее никогда от туберкулеза не лечился или принимал препараты не более чем один месяц, то есть менее одного месяца. То есть давайте это тоже помнить. Далее идут случаи повторного лечения. Здесь у нас целая группа регистрационных групп. Это рецидив туберкулеза, это группа больных, которые лечатся после неэффективного курса химиотерапии, это группа больных, которые лечатся после прерывания курса химиотерапии, группа другие и прочие. Рецидив туберкулеза, это пациент, который ранее получил полный курс лечения от туберкулеза, у него был зарегистрирован исход эффективный курс химиотерапии, а затем в последующем, причем я здесь хочу пояснить, сроки при этом не оговариваются в документах, а затем после вот этого исхода эффективный курс химиотерапии диагностирован эпизод активного туберкулеза. Это повторный эпизод. То есть, соответственно, это может быть подлинный рецидив, то есть реактивация процесса или новый эпизод туберкулеза в результате реинфекции. Группа больных, которые лечатся после неэффективного курса химиотерапии. То есть, у пациента ранее получал лечение, у него был зафиксирован исход химиотерапии, неэффективный курс химиотерапии, он начал повторный курс лечения. Группа пациентов, лечащихся после полирования курса химиотерапии, отрыва от лечения. Во время предыдущего курса лечения больной не принимал протеотуберкулезные препараты свыше двух месяцев и более. Соответственно, у него по всем документам зарегистрирован исход химиотерапии, прерывание курса химиотерапии. И далее он, в общем-то, начал повторное лечение, либо он остается прервавшим курс химиотерапии, если не лечится. Прочие, группа прочие, это пациенты, которые ранее лечились, но результат лечения неизвестен, так же, как, видимо, и те режимы химиотерапии, недокументированные и неизвестные. Соответственно, туда входят все пациенты ранее леченные, которым нельзя установить вышеуказанные случаи повторного лечения туберкулеза. Но я должен сказать, что в настоящее время это должно быть абсолютной экзотикой, абсолютно единичными случаями, потому что сейчас уже у нас есть достаточно документов, эти пациенты уже фактически везде числятся в регистрах, в федеральном регистре лечения больных туберкулезом, и, в общем-то, уже можно точно указать, что за исход у него был в действительности точный после предшествующих курсов химиотерапии. Давайте остановиться у вас на основных дефинициях, характеризующих туберкулезный процесс и возбудителя туберкулеза. Прежде всего, давайте еще раз рассмотрим дефиницию множественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. Итак, что это такое? Множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза – это устойчивость как минимум к двум препаратам – изонеазиду или фампицину. Это, в общем-то, достаточно старая классическая трактовка, но уже, так сказать, достаточно много лет Всемирная организация здравоохранения ее несколько изменила, вернее, ввела определенные дополнения, а именно, учитывая, что ряд молекулярно-генетических тестов, в частности, с GEN-эксперт, дает результаты тестирования лекарственной чувствительности и, вернее, детерминант лекарственной устойчивости только к рифампицину, то ВОЗ характеризует, относится также к случаям с множеством лекарственной устойчивости, так называемые рифампицин-резистентные случаи. Таким образом, с точки зрения подходов ВОЗ, множественная лекарственная устойчивость возбудителя – это случай лекарственной устойчивости как минимум к рифампицину, но, в общем-то, то, что расширена ее трактовка, устойчивость к изонеазиду или фампицину, этого тоже ВОЗ не отрицает. Очень важное изменение у нас, которое несколько лет, уже, по-моему, четыре года как произошло – это изменение дефиниции широкой лекарственной устойчивости возбудителя. И здесь я обращаю ваше внимание на то, как эта дефиниция звучит сейчас. Но прежде всего, прежде всего, прешилу, преширокая лекарственная устойчивость. В настоящее время трактовка этой дефиниции – это устойчивость микобактерий туберкулеза к рифампицину с устойчивостью возможной, определяемой к изонеазиду или без нее, в сочетании с устойчивостью к любому вторхиналону. То есть минимальное требование к тому, чтобы этот случай был призван и классифицирован как прешилу – это устойчивость к рифампицину и любому вторхиналону. Что такое широкая лекарственная устойчивость и как она трактуется в настоящее время? Это устойчивость микобактерий туберкулеза к рифампицину с возможной определенной устойчивостью к изонеазиду либо без нее, в сочетании с устойчивостью к любому вторхиналону и, по крайней мере, к клинизолиду или бедоклилину. Уважаемые коллеги, обратите, пожалуйста, на эту трактовку сейчас свое внимание, просьба ее записать и достаточно четко понять, что вот эти дефиниции ШЛУ в настоящее время и изменились. То есть почему они изменились? ВОЗ сейчас категорически настаивает на внедрении так называемых новых безинъекционных режимов лечения МЛУ и ШЛУ туберкулеза, основными из компонентов которых, кроме вторхиналонов, являются бедоклилин и линезолид. Поэтому в связи с этим трактовка изменена. Основными препаратами для лечения МЛУ и ШЛУ базовыми считаются вторхиналоны, бедоклилин, линезолид. И если вот эта комбинация, есть устойчивость к этим препаратам, это та ситуация, когда, в общем-то, ждать серьезной эффективности химиотерапии сложно. Очень коротко. ВИЧ-положительные больные туберкулезом. Что такое туберкулез и ВИЧ-коинфекция? Это больные туберкулезом, которые имеют документально подтвержденный положительный результат тестирования на ВИЧ-инфекцию. Но здесь все просто, вроде бы понятно. Давайте еще раз посмотрим дефиниции легочного и нелегочного туберкулеза. И посмотрим, еще раз напомним, что у нас есть определенные различия у ВОЗ к требованиям к этим дефинициям. Прежде всего, к легочному туберкулезу относится любой случай туберкулеза с бактерологическим подтверждением или клинически установленным диагнозом туберкулеза с поражением легочной паренхимы или трехиобрантиального дерева. Миллиардный туберкулез квалифицируется как легочный туберкулез, поскольку имеются поражения легких. И давайте, коллеги, еще раз напомним, что все случаи, когда имеются поражения легких, считаются легочным туберкулезом. Даже если в нелегочные поражения более обширные, тяжелые и осложненные. То есть, соответственно, для нас в плане эпидемиологического и в плане регистрации туберкулеза самое главное наличие поражения легких. Есть поражение легких вне зависимости от всех других причин. Этот случай рассчитывается и классифицируется как легочный туберкулез. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, медицинальных, тратиопарантиальных, туберкулезный поливрит без патологии легких с точки зрения международной классификации являются случаями вне легочного туберкулеза. То есть, нет поражения легких, нет легочного туберкулеза. Опять же, повторяю, давайте это хорошо помнить. Больной с легочным и нелегочным туберкулезом одновременно классифицируется как случай легочного туберкулеза. Итак, в этой связи вне легочный туберкулез, это в любой случае туберкулеза с поражением органов, отличных от легких. Это может быть плевра, плевриты, это лимфатические узлы, брюшная полость, мочеполовой тракт, кожа сустава, кости, оболочи головного мозга. Основные эпидемиологические показатели, как мы, собственно говоря, определяем ситуацию с туберкулезом и ее напряженность. Прежде всего, это заболеваемость туберкулеза. Это расчетный показатель. ВОЗ использует расчетное число случаев туберкулеза, это впервые выявленные больные и рецидивы на 100 тысяч населения. То есть, еще раз повторяю, международная классификация и все данные, которые мы видим в международных источниках, прежде всего в отчетах ВОЗ по Российской Федерации, будут несколько отличаться от привычной нам российской статистики, именно потому, что с точки зрения ВОЗ и международной классификации, заболеваемость это впервые выявленные случаи плюс рецидивы туберкулеза. Значит, мы используем регистрационную заболеваемость. Это, собственно говоря, есть два подхода у ВОЗ. Первое – это определенные модели и расчет, так называемая расчетная заболеваемость или estimation, и регистрационная заболеваемость или notification, то есть, соответственно, это то, что выявлено и зарегистрировано. Расчеты здесь те же самые. В одном случае – расчетный показатель на 100 тысяч населения, во втором случае – число зарегистрированных на 100 тысяч населения. В Российской Федерации заболеваемость определяется как число только впервые выявленных больных туберкулезов, зарегистрированных в данный отчетный период, но в частности, как правило, берется год в расчете на 100 тысяч населения. Еще раз повторяю, вот отсюда вы можете видеть разницу между данными в российских источниках, в государственной статистике и в международных источниках в отчетах ВОЗ за счет рецидивов. Других никаких расхождений нет. Распространенность туберкулеза – это число больных активным туберкулезом, зарегистрировано на конец года в расчете на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза – число лиц, умерших от туберкулеза в течение года в расчете на 100 тысяч населения. Ну вот ВОЗ определяет смертность как на основе регистрационных данных, то есть то, что зарегистрировано, так и опять же используют модели. Поэтому в данных ВОЗ может быть некоторое изменение показателя, по России это минимально, но еще раз повторяю, ВОЗ, как правило, обрабатывает эти показатели с учетом моделей недовыявленных и недорегистрированных случаев смерти. Инфицированность микобактериями туберкулеза – это отношение лиц с положительной реакцией на туберкулин на основании кожных туберкулинных тестов, численность населения, которому поставлены кожные пробы, и свои показатели исчисляются в процентах, исключаются лица с постфакциональной аллергии. Инфицирование, надо понимать, не является заболеванием, но фактически инфицированность – это процент или доля населения зараженных микобактериями туберкулеза в процентах. Бацеллярность больных туберкулезом – число больных активным туберкулезом, выделяющим микобактерии туберкулезами. Здесь используется и метод бактериоскопии, культуральных исследований на полиплотных и жидких средах, состоящих на учете на конец года на 100 тысяч населения. Это, в общем-то, один из базовых показателей эффективности лабораторной диагностики туберкулеза. Также важным является показатель множественной лекарственной устойчивости среди впервые выявленных больных туберкулезом. Это процентное отношение впервые выявленных больных туберкулезом с проведенными тестами на лекарственную, установленной множественной лекарственной устойчивостью к числу всех впервые выявленных больных, которым проведены тесты на лекарственную устойчивость возбудителя туберкулеза. Еще раз прошу обратить это внимание, потому что мы достаточно часто получаем материалы из субъектов, где расчет ведется на число впервые выявленных, где рассчитывается число впервые выявленных пациентов с установленной множественной лекарственной устойчивости к числу всех впервые выявленных больных в данном субъекте. Это категорически неправильно, это показатель мало что показывает. Еще раз повторяю, в знаменателе у вас должно быть только число впервые выявленных больных, которым проведены тесты как минимум на изонеазит или фампицин. И множественная лекарственная устойчивость среди повторных случаев принцип тот же самый. Это отношение всех больных, у которых подтверждено тестами наличие множественной лекарственной устойчивости возбудителя у повторно леченных случаев, ко всем повторно леченным случаям, которым проведены тесты как минимум на изонеазит или фампицин. ВИЧ для оценки ситуации с ВИЧ-туберкулезом используется целый набор показателей. Это абсолютное число зарегистрированных лиц с ВИЧ-туберкулеза. Это ВИЧ-туберкулез, выявленный в данном учетном году. Это ВИЧ-туберкулез доля процента от всех больных, зарегистрированных с туберкулезом. Это процент больных туберкулезом, тестированных на ВИЧ. Это процент больных ВИЧ-туберкулезской инфекции, получающих антиретролирусную терапию. Это процент больных ВИЧ-туберкулезской инфекции, получающих ко тримексозолу. То есть, соответственно, почему мы останавливаемся и показываем вам эти показатели, потому что они, в принципе, особенно первые три, влияют на рейтинг страны и на оценку страны ситуации по туберкулезу ВИЧ в стране в ООЗом. Почему это так важно, мы потом обсудим с вами. Отдельно федеральный регистритор лиц больных туберкулезом внедрён в 2018 году ФРБТ, ну, собственно говоря, все специалисты, кто работает сейчас в офтезиатрии и работает с туберкулезом, его хорошо знают. Это основные задачи, я не буду подробно на них останавливаться, регистра. Но я на что хочу обратить внимание. Регистр, в том числе в соответствии с федеральным законным постановлением правительства, в том числе создавался именно для того, чтобы обеспечить мониторингом лечения противоирослии, в том числе обеспечить контроль затрат на лечение пациентов с множественной широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. В этой связи сейчас этот инструмент является основной при оценке деятельности Минздрава и медицинских организаций контрольными органами, в частности счетной палатой. И поэтому, к большому сожалению, мы из раза раз сталкиваемся с тем, что дефекты введения регистра, несвоевременный ввод информации, неправильный ввод информации, неполный ввод информации приводят к серьезным замечаниям и и результатом этих серьезных замечаний к Минздраву России, в общем-то, потенциально становится возможность того, что федеральные средства, которые выделяются на обеспечение пациентов препаратами второго ряда и диагностическими средствами для больных и малышей туберкулеза, могут быть существенно сокращены, поскольку вы при работе с регистром не считаете нужным качественно вносить данные по больным и, в частности, по этим категориям. Ну, очень коротко, какие, в общем-то, мы ожидали бы и планировали бы мероприятия с регистром для того, чтобы этот инструмент стал более удобным, более качественным и оказывал, в общем-то, техническую поддержку в работе медицинских организациях, субъектов и специалистам на местах. Прежде всего, это большая интеграция ФРБТ-ФРВИЧ, это, в общем-то, уже в прошлом году во многом было достигнуто, у вас есть формы сверки ФРБТ-ФРВИЧ, которыми, к сожалению, до сих пор еще субъекты не пользуются. Очень важная задача – это интеграция регистра с региональными медицинскими информационными системами, то есть это не переход от режима набивалки в регистр к экспорту информации из региональных медицинских систем. Это сложный вопрос. У нас были периоды, когда ряд субъектов пытался это осуществить. К сожалению, все эти опыты оказались крайне неудачными, и результатировались в ухудшении качества введения данных в регистр и необходимости огромных трудозатрат на исправление этих ошибок. И это сейчас создается Минздравом, так называемая система ВИМИС, компонент инфекционной болезни. И в этом году до конца года должна быть готова к внедрению в 2023 году регистр экстренных извещений об инфекционных заболеваниях, где есть и туберкулез. Соответственно, мы должны каким-то образом к 2023 году обеспечить экспорт данных из ВИМИСа и координацию ВИМИСа с ФРБТ и с ФРВИЧ. Соответственно, в принципе, речь идет о большей интеграции инфекционных информационных систем с Федеральным регистром лиц больных туберкулеза. Но давайте еще очень коротко посмотрим, что же мы имеем по туберкулезу в мире. Итак, это заболеваемость туберкулеза на 100 тысяч населения. Российская Федерация за долгие годы впервые вышла из угрожающих насыщенных цветов. Вы видите, мы, в общем-то, окрашены, если не так, как Западная Европа, но, в общем, во всяком случае, уже не так, как Африка и Азия. И, учитывая хорошие показатели снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в России, ВОЗ исключил в 2021 году Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза. Это первая страна, которая из этого списка вышла. Соответственно, вы видите, что показатели, те, которые дает ВОЗ на своих картах и в своих отчетах, они сходны с теми показателями, что Российская Федерация дает в своих показателях. То есть, как бы, учитывая то, о чем мы с вами говорили выше, ВОЗ рассчитывает заболеваемость, как впервые выявленные случаи, плюс рецидивы, тем не менее, мы с вами видим, что мы в категории стран, у которых заболеваемость аранжирована от 10 до 50 на 100 тысяч населения. Но дальше мы посмотрим, что мы, в общем-то, как раз в середину этого ранга и входим по российским показателям. По детям и подросткам у нас ситуация, в принципе, соответствует, ну, в общем-то, наиболее благополучным странам. То есть, до 5% дается заболеваемость. До 5% доля случаев заболевания туберкулезом детей и подростков. Доля впервые выявленных рецидивов с бактериологическим подтверждением. Но вот здесь пока мы вроде бы окрашены ВОЗом светлым цветом до 50%, но здесь этот показатель как удовлетворительный мы оценить не можем. Обратите внимание на наиболее развитые страны. Это США, Канада, это Австралия, европейские страны. Там подтверждаемость намного выше, до 80%. И, в принципе, в общем-то, принцип развитой страны, принцип развитой страны, к которому, мое мнение, мы тоже должны потихонечку начинать подходить, это нет бактериологического подтверждения туберкулеза, нет туберкулеза. Поскольку оценка на рентгенологические и прочие коственные данные, она, в общем-то, недостаточно объективна и во многом субъективна. То есть рассматривая наших пациентов, рассматривая большую группу пациентов, больше 50% пациентов, которые диагностированы рентгенологические и только на основании каких-то косвенных описательных признаков, возбудитель не получен. Но, в общем-то, ни для кого не секрет, что определенная и, возможно, не очень малая доля этих пациентов туберкулеза не имеет, либо туберкулез у них крайне сомнительен. Итак, что же мы с вами имеем в 2020 году? Что же мы имели в 2020 году? Это последние данные, обзорные Всемирной организацией здравоохранения. Но, по существу, многие годы мы уже имеем по миру 10 миллионов расчетных случаев туберкулеза, которые ВОЗ определяет, они должны быть. Средняя расчетная заболеваемость по миру 127 на 100 тысяч населения земного шара, с 2015 по 2020 год, тем не менее, заболеваемость туберкулеза в мире снизилась на 11%, смертность от туберкулеза это 1,3 миллиона человек, которые погибли от туберкулеза в мире. И до ковида, и после ковида туберкулез, видимо, останется основным инфекционным заболеванием, которое приводит к смерти населения земного шара. 214 тысяч умерших от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных в 2020 году по миру. Смертность от туберкулеза, ну вот здесь, в Российской Федерации, еще имеют резервы достаточно, на мой взгляд, серьезные по нашим показателям заболеваемости. И мы здесь, в общем-то, выглядим пока не очень убедительно для мирового сообщества. То есть это от 5 до 20 на 100 тысяч населения, это оценка нашей смертности Всемирной организации здравоохранения. Еще раз повторяю, при оценке этого показателя ВОЗ, кроме регистрационных национальных данных, используется еще моделирование и коэффициент случаев, которые не... случаев смертей, которые от туберкулеза, которые могут быть недовыявлены, недозарегистрированы национальными системами регистрации. Также по расчетной вероятности смертности от туберкулеза в странах и регионах у нас тоже ВОЗ нам приписывает, в общем-то, достаточно высокую, необоснованную, на мой взгляд, высокую вероятность смертности до 15%, до 14%, 10-14% всех случаев. То есть, что это значит? Это, грубо говоря, возможность умереть, пропорция лиц, которые могут умереть за весь период своей жизни от туберкулеза среди всех заболевших. И мы с вами видим, что, допустим, для развитых стран, для США, Австралии он рассчитывается не выше 5%, для Европы не выше 10%, а у нас, как я говорю, до 14-15%. Данные по лекарственной устойчивости Возбудителя, это на этой карте показано, какие методы, да, какие данные, полученные какими методами ВОЗ принимает как достоверные от стран, ну и Российская Федерация предоставляет свои данные регистрации, регулярного надзора за лекарственной устойчивостью. И, соответственно, ну здесь мы находимся в списке развитых стран. ВОЗ, претензий к нашим данным не предъявляет по этим вопросам. По охвату тестирования, как минимум к альфантицину у больных с бактериологическим подтверждением, здесь мы даем показатели свыше 80%, то есть охват у нас вроде бы достаточно хороший. Давайте перейдем к более подробно, к российским показателям, российской системы мониторинга. Итак, здесь на этом слайде вы видите динамику за многие годы заболеваемости и смертности от туберкулеза. Показатель, ну я не скажу, что он конечный, поскольку еще нет окончательных дальних роста по населению, по популяции 2021 года, но тем не менее все мы понимаем, что сильно он не изменится. 31,1 на 100 тысяч населения заболеваемость в 2021 году. Смертность при этом 4,3. И, собственно говоря, на 100 тысяч населения, то есть показатели снижаются, устойчиво снижаются. Снижение идет как минимум последние 7-8 лет достаточно интенсивными темпами. Вы видите справа вот эти графики, это сравнение снижения наших показателей и показателей в мире, да, и мы с вами видим, что если мировые показатели либо колеблются, либо снижаются достаточно плавно, то мы по показателям заболеваемости и смертности уверенно в последние годы идем вниз. также положительную динамику показывает, что это так называемый средний возраст заболевшего туберкулезом. То есть, соответственно, чем ситуация в стране хуже, чем инфицированность более распространена микобактериями туберкулеза населения, тем заболевает больший процент молодого населения. В благополучных странах Европы, ну, туберкулез уже давно это проблема не основного, не коренного населения, это проблема беженцев, ну, и в какой-то мере уже очень старых пожилых контингентов. Хотя последние годы и пожилые контингенты, рожденные в данных странах, уже туберкулезом болеть перестают. И вот здесь у нас показатели, мы с вами видим, что из года в год возраст средний наших пациентов с туберкулезом впервые выявленных становится все старше и старше. Это тоже, в общем-то, объективный показатель позитивных изменений в эпидемиологии туберкулеза в нашей стране. Мы с вами сказали, что УОЗ нас исключило из списка стран туберкулеза с высоким бременем туберкулеза. Да, это, наверное, самый позорный и самый неблагоприятный список, мы из него вышли, но мы остаемся в числе стран с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. И мы не скоро оттуда видим, к сожалению, почему большой процент и рассчитывается как значительный процент пациентов, впервые выявленных, у которых выявляется множественная лекарственная устойчивостью туберкулеза. Во внимание принимается значительный процент, выше значительной 50% МЛУ среди повторно леченых случаев, лекарственных случаев, но мы привыкли к терминологии хронические больные, хроники, мы знаем, что там практически они значительно выше 50, а там 80, 70, 80% случаев и 90% это МЛУ среди туберкулез. Но, тем не менее, если мы с вами посмотрим абсолютное число больных с МЛУ туберкулезом, состоящих под наблюдением на конец года, то последние пять лет мы имеем устойчивую тенденцию к снижению числа больных. Но есть ряд вопросов к последним трем годам. То есть это вопрос, каким образом нам удалось в условиях пандемии COVID-19 ограничительных мероприятий в полной мере обеспечить тестирование этих больных. Но, тем не менее, регистрация и статистические данные они такие, какие они есть, и вы их видите. Абсолютное число у нас больных с МЛУ шелуют туберкулезом в стране пока устойчиво снижается. Здесь данные, предоставленные Сергеем Александровичем Стерликовым по тому, как мы видим у нас какие субъекты наиболее проблемные по вопросам МЛУ шелуют туберкулезом. Вы видите, это Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Юг в какой-то мере. Там показатели распространенности множественной лекарственной устойчивости значительно выше среднероссийских показателей. И также вы здесь можете видеть данные по МЛУ шелу туберкулезу и туберкулезу ВИЧКа инфекции. Два графика мы видим, что мы с вами обсудили данные по впервые выявленным больным. Также в последние годы и абсолютное число впервые выявленных больных с МЛУ шелу туберкулезом также вроде бы наметило тенденцию к снижению. Единственное, что смущает, конечно, всех специалистов, это вот большая ступенька, слишком быстрое снижение в 2019 году, тоже мы, в общем-то, можем определенную долю этого снижения отнести к недостаточному охвату тестированиями, охвату диагностики лекарственной устойчивости ввиду ограничительных мероприятий по COVID-19. И в заключении эффективность, еще один компонент эффективности противотуберкулезных мероприятий, это эффективность химиотерапии. Но мы с вами здесь остановимся прежде всего на, наверное, наиболее для нас сейчас важный аспект, это эффективность лечения пациентов с МЛУ, ШЛУ, туберкулезом. Мы с вами видим, вот это данные глобального отчета 2021 года, по когортам МЛУ, ШЛУ, зарегистрированным для лечения в 2018 году, эффективность лечения составила по миру 59% всего. Европа, это 50 европейский регион ВОЗ, а европейский регион ВОЗ включает также страны Центральной Азии, или все постсоветские государства. Этот показатель составляет 56%, самый низкий среди всех региональных подразделений ВОЗ. Но наибольшую эффективность дает у нас африканский континент 68%, средиземноморский регион ВОЗ 68%, западно-тихотеанский регион это уже 59%, юго-восточная Азия 57%, Европа 56%. Ну, мы с вами видим, что даже, что уже 2018 год, уже значительная часть больных, это те, кто лечится новыми режимами химиотерапии, ну, как правило, которые называются также безинъекционными. Если первые обзоры и результаты пилотных проектов ВОЗ по использованию этих безинъекционных режимов были крайне оптимистичными, то есть результативность давали там 80-85 и выше процентов пилотные проекты. Ну, в общем-то, дальше произошло то, что произошло с большинством всех методик и подходов, которые внедряются глобально. При глобальном внедрении этих технологий без инъекционного лечения, ну, как мы видим, первые результаты, их нельзя, конечно, полностью трактовать как вот эта эффективность новых курсов, но еще раз повторяю, в 2018 году уже определенная немалая часть пациентов этих когорт лечилась этими новыми режимами. Пока мы не видим до того, что, во всяком случае, по 2018 году эти режимы дали какой-то очень существенный прирост эффективности. В общем-то, результаты где-то стабилизируются на 56-57-58%. Ну, и сейчас я передаю слово Сергею Александровичу. Здесь, в общем-то, та таблица, которую вы можете видеть, это наши рекомендации по сверти данных в Федеральном регистре лиц больных туберкулезом. Сергей Александрович остановится на этом более подробно. Пожалуйста, загрузите его презентацию. И мы продолжим уже тогда после второй части нашей вебинара. А, мне прямо отсюда говорить, а? Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня поговорим о технических моментах для обеспечения сверки Федерального регистра лиц больных туберкулезом с другими формами статистического наблюдения и внутри него. К созданию такой системы нас побудили замечания, высказанные специалистами, в том числе и счетной палатой. Определенный регистр должен гораздо лучше соответствовать формам официального статистического наблюдения. Ну и кроме того, если расхождения имеются, они должны быть пояснены, ну, вплоть до человека, с точностью до человека. Для того, чтобы обеспечить такое соответствие, будет создано три формы контроля. Первая форма контроля – это ежемесячная, где будет оцениваться качество регистрации пациентов в активных группах диспансерного наблюдения, которые соответствуют активному туберкулезу. Ежеквартальная периодичность контроля будет касаться назначения режимов химиотерапии и частично будет касаться оценки результатов лечения больных туберкулезом, поскольку сейчас еще, ну, как вы видите, не все своевременно регистрируют исходы лечения. И третья периодичность контроля – это ежегодная. То, что мы в этом году пробовали сделать, может быть, она будет не такая жесткая, поскольку расхождения могут быть, но они все должны быть пояснены вот буквально с точностью до человека. Начнем с ежемесячной сверки. В этом году будет выверяться пациенты, которые состоят под наблюдением в первой группе диспансерного наблюдения и при этом не находятся на лечении. И пациенты, которые состоят под наблюдением во второй А и Б группах диспансерного наблюдения, которые, тем не менее, находятся на лечении. То есть несоответствие Федерального регистра лиц больных туберкулезом приказу 127Н. В проекте письма были также представлены алгоритмы выверки. Для выверки этих параметров используется отчет номер 126, который выгружается из Федерального регистра лиц больных туберкулезом. И только он, никакие другие формы. Порядок выверки. Порядок пошагово на этих выгрузках, как их делать, как технически в Excel проводить вот эту самую выверку. Начать надо, как мы уже говорили, с поиска пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, у которых группы диспансерного наблюдения в регистре уже не актуальны. Для этого надо в отчете 126 на строке с номерами, вы ее сейчас видите, вот она выделена чуть более темным цветом, наложить автофильтр, показан на ленте, как такая вороночка. У вас в этом случае в строке будут появиться такие значки, треугольнички направленные вниз или стрелочки направленные вниз. Вот в этих стрелочках вы можете на нее нажать и задать критерии, по которым осуществляется автофильтр. Вы выделяете группу диспансерного наблюдения, которая у вас не предусмотрена приказом 127N. Ну вот в этом примере, видите, выделена первая А группа диспансерного наблюдения, ее уже нет. Первая АМБТ-минус, первая АМБТ-плюс. Вторая группа диспансерного наблюдения, это группа, которая была автоматически создана, когда вводилась новая диспансерная группировка, она должна быть поменена на вторую А или вторую Б. После того, как вы все это выделили, вы жмете на ОК и получаете перечень пациентов, которые состоят под диспансерным наблюдением, по неактуальным группам диспансерного наблюдения. Значит, вам нужно найти каждого пациента по номеру карты диспансерного наблюдения, который также в этом отчете имеется, и актуализировать группу диспансерного наблюдения. Может быть, даже, поскольку это уже определенное время прошло, может быть, даже восстановить историю групп диспансерного наблюдения. Для этого может понадобиться еще такая процедура, как дедубликация записей в карте диспансерного наблюдения. Мы о ней поговорим позже. Следующая задача – это определение больных, которые находятся в первом группе диспансера наблюдения и не получают лечения. Для этого также надо в отчете 126 сделать автофильтр, то есть выделить строку с номерами граф и нажать на значок «фильтр вороночка» в ленте. После этого выделяйте первую группу диспансерного наблюдения в графе текущей группы диспансерного наблюдения, это 24-я графа, и нажимайте «Ок». Дальше вам нужно в графе 26, это текущий режим химиотерапии, выделить пустые ячейки, то есть только чтобы пустые ячейки у вас отфильтровывались. И точно так же нажимайте «Ок». И вы на выходе получаете перечень пациентов, которые состоят в первой группе диспансерного наблюдения, но не имеют открытой карты лечения. Соответственно, вы можете по номеру карты диспансерного наблюдения их все найти и либо актуализировать группу диспансерного наблюдения, либо актуализировать карту лечения, если по какой-то причине она была не заведена. Хотя, в общем, надеюсь, что таких уже нет. И для отчета понадобится посчитать количество этих пациентов. Если их нет, это можно сделать путем протягиваемого выделения от первой ячейки, где обозначена группа диспансерного наблюдения, до последней, и получить количество. Внизу, вот на зеленом фоне, видите, было получено количество для субъекта Н, их было 292. Да, сразу скажу, что в субъекте Н ситуация сейчас гораздо лучше. Это первая выгрузка. Дальше надо определить число больных, которые находятся во второй группе диспансерного наблюдения и при этом получают лечение, что также не соответствует текущей группировке диспансерного наблюдения. Точно так же выделяем строку с номерами граф и накладываем на нее фильтр. Для графа 24, текущая, ГДН, выделяем группы диспансерного наблюдения 2А и 2Б. Я буду делать небольшие паузы, чтобы вы успели посмотреть экран. Дальше, в графе 26, текущий режим химиотерапии, выделяем все возможные режимы, кроме пустых ячеек. То есть, убирайте галочку с пункта пустые ячейки. И на выходе получаем перечень пациентов, которые получают лечение, но при этом состоят во второй А группе диспансерного наблюдения, либо вообще во второй Б группе диспансерного наблюдения. Немного остановимся на ежеквартальной сверке. Я на ней подробно останавливаться не буду, потому что вы ее уже в основном делать умеете. Единственное, что показатель допустимого расхождения планируется увеличить, скажем так, сделать более строгим, не более 3%. Поэтому надо делать эту сверку более регулярно и делать ее раз в квартал до 20-го числа месяца следующего за окончанием квартала. Ну и, конечно, работать в ходе квартала, тоже своевременно регистрировать курсы, регистрировать исходы. Наверняка многие из вас эту картинку уже выделили. Это графическая схема проведения сверки формы 2ТБ, выгрушенной из Федерального регистра лиц больных туберкулезом, с формой 2ТБ по приказу Минздавы России номер 50. Как видите, впервые выявленные больные в тысячной таблице 50-го приказа сверяются с впервые выявленными больными в Федеральном регистре лиц больных туберкулеза по сумме таблиц тысячная, двухтысячная и трехтысячная. То есть туберкулез легких, туберкулез других органов дыхания, внелегочный туберкулез. Точно так же сверяются и сведения о случаях рецидива туберкулезом. Что касается всех случаев лечения, то они сверяются за вычетом случаев, которые были переведены для продолжения лечения. Тем более, что сейчас переводы работают не вполне адекватно, жалобы поступают, но это никак не повлияет на ваш отчет. Потому что мы их просто вычитаем и из 50-го приказа, и вычитаем из формы 2ТБ, выгружаемой из Федерального регистра лиц больных туберкулезом. На этом слайде я просто остановлюсь на минутку на демонстрации экрана. Здесь проведена методика расчета процента расхождения. Референсным источником у нас является форма 2ТБ по 50-му приказу. В сравнении разницы происходит по модулю. Вот эти вертикальные полоски – это знак модуля. То есть, если у вас получилась отрицательная разница, то минус отбрасывается. В том письме, которое будет разослано, эта методика будет приведена. Кроме того, вы всегда можете мне позвонить. Я думаю, что телефон есть у всех. Уже много лет как, он не меняется. И задать вопрос. И, конечно, сейчас все еще остается проблемой то, что в ряде субъектов, ну, скажем так, теперь уже в отдельных субъектах, несвоевременно определяется исход курса химиотерапии. Я прошу обратить особое внимание на больных с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Дело в том, что скоро мы будем делать выгрузку из ФРБТ для глобального доклада ВОЗ по туберкулезу. И там, конечно, неопределенных исходов курса химиотерапии должно быть, ну, как можно меньше. Если честно, я с трудом представляю пациентов, которые все еще не завершили курс лечения, вот, аж к маю месяцу. То есть это явно несвоевременный пересмотр исходов курса химиотерапии. Ну, я думаю, все себя увидели. Теперь я остановлюсь на том, как найти неопределенные исходы курса химиотерапии. Для этого вам понадобится выгрузить журнал номер 503У и применить к нему автофильтр, как мы это делали к отчету 126У по девятой строке, там, где находятся номера граф. После того, как вы это сделаете, у вас появятся вот такие вот треугольнички или стрелочки вниз, где вы выбираете параметры фильтрации. И в графе 66 она, ну, может быть, она имеет сейчас другой номер, не буду на этом останавливаться, потому что у нас выгружается деперсонализированный этот журнал. Может быть, она у вас имеет другой номер. Ну, так или иначе, выбираем там знак-галочка «Продолжает лечение». Да, при этом вы получите список всех пациентов, которые продолжают лечение. Но нам надо обратить особое внимание на тех, у кого имеется ВИЧ-инфекция. Для этого мы выбираем в автофильтре на графе B20-B24 тоже знак-галочки, чтобы у нас отфильтовались только ТБ-ВИЧ. И в графах, ну, в первую очередь надо это сделать у впервые выявленных больных и рецидивов. Можно сделать у всех больных, но вот впервые выявленные рецидивы в первую очередь, поэтому я предложил выбрать пустые ячейки в графах лечения после неэффективного курса химиотопии, переведенных после перерывания и прочее. Останутся впервые выявленные рецидивы. И в графе режим химиотерапии оставляем первый, второй, третий, потому что понятно, что у пациентов с четвертым и пятым режимами исходы курса химиотерапии будут определены только в следующем году. А мы работаем по 2020 году. Это журнал 503У за 2020 год. Выделяем только первый, второй, третий режим химиотерапии. И получаем перечень пациентов, которые находятся на лечении по первому, второму, третьему режиму химиотерапии, у которых еще неопределен исход. Вы можете найти их в регистре по региональному регистрационному номеру, эти карты лечения, и что-то с этим сделать. Например, проставить исход курса химиотерапии, что будет адекватным мероприятием в данном случае. Но у нас уже прошло два года с момента окончания регистрации случаев лечения по четвертым и пятым режимам химиотерапии, и для них все еще есть неопределенные исходы курса химиотерапии. Это, в общем-то, тоже непорядок, и после того, как вы управитесь с ТБВИЧ, получающими лечения по первому, второму, третьему режиму химиотерапии, надо что-то сделать и с неопределенными исходами курса химиотерапии по четвертым и пятым режимам. Для этого их нужно сначала найти. Как говорилось уже, накладываем автофильтр на журнал 503. Да, а журнал 500 ТО мы уже выгружаем за 2019 год. Соответственно, накладываем на этот журнал автофильтр. Выбираем в графе «Продолжать лечение», чтобы были отмечены галочки, буква В, латинская. В графе «Режим химиотерапии» выбираем латинскую большую V, T и E, что соответствует пятому режиму химиотерапии, четвертому режиму, назначенному по результатам теста, и четвертому режиму, назначенному эмпирически. И получаем результат в виде списка тех пациентов, которые состоят на лечении по четвертому и пятому режиму химиотерапии, состоят уже более двух лет на этом режиме, и у них до сих пор не определен исход курса химиотерапии. И опять-таки по регистрационному номеру вы можете найти этих пациентов, найти их карту лечения и определить исход курсовой химиотерапии. И, наконец, расхождение числа контингентов, которые состоят на диспансерном наблюдении на 31 декабря. Ну, предлагается допустимое значение 3%. До 3% если расхождение, то здесь в пояснении ничего не ожидается. Больше 3% надо будет к отчету приложить пояснение, на кого вы расходитесь, и обоснование, почему вы на них расходитесь. Технически методика выверка следующая. Делается полицевая сверка картотеки форм 34У, которая, согласно приказу, у вас должна быть теоретически. Ну, так или иначе. У кого-то, может быть, она в форме электронного регистра, но в каком-то виде она должна быть. И отчета номер 126, выгруженого из ФРБТ по состоянию на 31 декабря. Казалось бы, все просто, но не совсем. Вот для этого предлагается следующий алгоритм работы. Сначала вам нужно выгрузить отчет 126, затем найти в нем дубли, дублирующий группу записей в картах диспансерного наблюдения и объединить в одну или несколько групп записей в одну группу. Дело в том, что в карте диспансерного наблюдения в федеральном регистре лиц больных туберкулезом в свое время зачем-то была реализована возможность, когда можно в одной карте создать несколько групп записей. Эта возможность не нужна, но некоторые успели ей воспользоваться по ошибке. Поэтому здесь придется вручную убрать несколько групп записей, оставить одну. После того, как вы это сделали, провели эти дубликации, повторно выгружить отчет 126 и уже после этого провести выверку данных. Процесс поиска дублей несколько сложен и затеялив. Поэтому здесь я привел вот такое последовательное действие, как нам найти повторяющееся значение номеров карт диспансерного наблюдения. Здесь вам понадобится такая опция Microsoft Excel, как условное форматирование. Нажимаем на ленте, находим условное форматирование и нажимаем на выпадающий список. В нем выбираем правила выделения ячеек, вот этот вот пункт, правила выделения ячеек. И далее выпадет еще один список, в нем выбираем повторяющееся значение. Еще раз повторю, значит, находим и нажимаем на выпадающий список условного форматирования. У нас выпадает менюшка, в ней находим правила выделения ячеек. И когда мы выбираем правила выделения ячеек, то выпадает вот та вот левая менюшка, в ней выбираем повторяющееся значение. После этого у вас, да, все это применяем в графе номер карты диспансерного наблюдения. После этого у вас в 126-м отчете вот таким образом будут выделены номера карт с повторяющимся значением. Это означает, что в одной карте имеется две группы записей. Надо найти в поиске эту карту диспансерного наблюдения по номеру и объединить вручную вот эти группы записей в одну запись. К сожалению, другого варианта, кроме как ручное объединение, нет. После этого, собственно, приступаем к поиску расхождения, поиску числа расхождения контингентов, состоящих на диспансерном наблюдении на 31 декабря. Для этого повторно выгружаем отчет 126, уже дедублицированный. Я рекомендую после этого, кстати, еще раз посмотреть на наличие дублей. Выгружаем дальше на стаке с номерами граф, делаем автофильтр. После этого выделяем все активные группы диспансерного наблюдения, которые соответствуют активному туберкулезу. В данном случае это первая, вторая, вторая группа диспансерного наблюдения. Но здесь я еще выделял и неактуальные группы диспансерного наблюдения, поскольку они тогда еще у этого субъекта были. Сейчас, надеюсь, уже нет. Получаем перечень пациентов, которые состоят на диспансерном наблюдении по активным группам диспансерного наблюдения. Это графа 24, текущая группа диспансерного наблюдения. Протягиваем сверху вниз по этой 24 графе текущую группу диспансерного наблюдения, и получаем внизу количество пациентов, состоящих под наблюдением по активным группам диспансерного наблюдения. Это нижняя строка Excel, самая нижняя на зеленом фоне, видите, количество 292. И сверяем полученное число с данными формы номер 33, К7, графа 7, количество больных, состоящих под наблюдением на окончании отчетного года. Я бы также рекомендовал для правильных энтузиастов своего дела позже отфильтровать отдельно по 1, 2 А, 2 Б группе диспансерного наблюдения и сопоставить с таблицей 2110, где раскладка по отдельным группам диспансерного наблюдения. Но так или иначе, обязательно нужно, чтобы соответствовало число больных с активным туберкулезом. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, спасибо большое, Сергей Александрович. Все-таки я добавлю, наверное, в заключение нашей части презентационной несколько слов. Почему мы сейчас делаем особый акцент на правильности ведения Федерального регистра лиц больных туберкулезом и на механизмы, которые должны обеспечить его сопоставимость с отчетными формами и достоверность находящейся в ней информации. Я вам уже говорил о том, что этот инструмент является сейчас основным для всех надзорных федеральных органов для оценки ситуации по туберкулезу и для оценки эффективности наших мероприятий противотуберкулезных, которые вами проводятся в субъектах. И обращаю внимание на второй элемент этой задачи, и, вернее, причину того, почему мы должны в ближайшие же сроки добиться качественного ведения регистра. В соответствии с основными направлениями деятельности правительства информатизация и цифровизация отдельных отраслей, а для Минздрава цифровизация и здравоохранение, это, в общем-то, сейчас становится одним из первых приоритетов. Работа всех регистров, в том числе ФРБТ, находится под прямым контролем министра здравоохранения. И буквально месяца не прошло, мы внимательно разбирали, что происходит с министром. Министр смотрел этот регистр, смотрел часть ваших записей, заходил в ваши медицинские организации, очень интересовался и в ряде случаев весьма негодовал, тому, что он там видел в ваших записях, в пустых фактически картах, не отмечающихся явно просроченных режимах и группах диспансерного наблюдения, не соответствующих одно другому. В общем-то, от него нами получена прямая установка. Ну что ж, раз люди не могут это наладить сами, давайте тогда помогайте им в плане того, что пишите письма в Росздравнадзор на первом этапе. Пусть выходят с комплексной внеплановой проверкой в медицинской организации и дефекты работы регистра будут считаться и должны считаться одними из основных дефектов организации медицинской помощи в субъекте. То есть, соответственно, с выводами административными как по отдельным медработникам, так и по руководителям медицинских организаций. И, соответственно, второй вопрос. Ну, если как бы проблема с регистром совсем неважная, ну, передавая, пусть Росздравнадзор имеет полномочия передавать это в прокуратуру. Почему в прокуратуру? Еще раз повторяю, собственно говоря, из регистра, из того, что вы делаете, берется как бы вся информация по эффективности расходования средств. Прежде всего, это лекарственные препараты и прежде всего, это диагностические средства. То есть, если, соответственно, у вас имеются расхождения, они обязаны быть в связи с тем, что у вас несоответствие идет реально лечащимся больным записям в регистрах, то есть, соответственно, это уже может рассчитываться прокуратурой как серьезные нарушения финансовые, приписки, списания и все прочее. То есть, это уже уголовная ответственность. Я никого не хочу запугивать, но я вам объясняю эту ситуацию, которая сейчас сталкивается. Поэтому вот те механизмы, которые сейчас мы предлагаем, которые Сергей Александрович сейчас о чем рассказывал, это, я думаю, что на ближайшее время для всех руководителей и сотрудников ОРОГ-метод подразделениями из противотуверкулезных организаций, наверное, это то, что должно быть на столе и то, чем они должны заниматься каждый день, до тех пор, пока ситуация не исправится. Я еще раз повторяю, она должна быть кардинально исправлена в течение месяца. Иначе мы вынуждены будем применить все распоряжения министров в полном объеме. Соответственно, также я хотел бы обратить внимание, что когда Сергей Александрович показывал карту, у него минимум расхождений 5%, мы с формами статистического наблюдения. Это был тот, извините, зазор, те поблажки, которые мы много лет субъектам давали с тем в надежде, что все-таки хотя бы в рамках 5% сделать это удастся, сейчас это уже никого нигде не устраивает. То есть последнее то, что было показано в таблице, минимум и критерии это расхождение в 3% случаев между регистром и отчетными формами 50-го приказа, либо государственного статистического наблюдения. То есть, соответственно, 3% мы должны понимать, это тоже много. То есть в ближайшее время этот показатель мы вынуждены будем еще более уменьшить. То есть, соответственно, вы должны понимать, что регистр это текущий инструмент мониторинга. То есть произвели все выгрузку оттуда, и мы должны быть уверены, и все, кто пользуется этой выгрузкой, включая Минздрав и правительство, должны быть уверены, что это так и есть. Ситуация, когда у нас Сергей Александрович начинает в начале следующего года принимать отчеты за прошлый год, и у нас с вами в регистре за один месяц контингенты меняются на 30-40, а то иногда в некоторых субъектах на 50%, она уже больше допустимой не считается. То есть, еще раз повторяю, это будет уже считаться приписками, нарушениями, и в том числе с выводами о финансовых грубых нарушениях в ваших организациях. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Спасибо. Давайте, наверное, почему. Много там. Нет, вопрос мало. Здесь только будет... Вот вопрос, который мы видим, это когда будет ли запись, где она будет конкретно, запись, мы ее выложим на нашем, соответственно, сайте. Где-то в течение недели обычно процедуры все согласования и выкладывания происходят. То есть, соответственно, я надеюсь, что после праздников вы можете все это посмотреть. Тогда, если вопросов нет, прошу принять все к сведению, начать работу, и благодарю за внимание. Продолжение следует...